День воскресный, день чудесный, и у меня для вас сегодня отличный жизненный выпуск. Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в новый жилой комплекс на западе Москвы, про который я вам сегодня расскажу детальнее. Мы познакомимся с людьми, которые купили здесь двухкомнатную квартиру площадью 61 квадратный метр по цене, вдумайтесь, 8 миллионов рублей. Им дико повезло, и они нам расскажут и покажут, что они купили. Люди долгое время снимали квартиры и очень сильно не хотели брать ипотеку. Но жена настояла, надо брать, хочется свое жилье. И как только они купили, через год цены начали расти. У нас нет абсолютно никакой задачи сделать рекламу или антирекламу застройщика. Нас сюда пригласили люди. Именно поэтому я обращаюсь ко всем вам. Впереди лето, впереди дачный сезон. Если вдруг кто-то из вас хочет принять участие в подобном сюжете, вы имеете дачу, вы имеете загородный дом, и вы готовы позвать нас в гости, показать, рассказать, поделиться своей радостью, где вы живете, сколько вы на это потратили денег, почту вы видите на экране, и также она остается в описании к видеоролику. Пишите, буду рад приехать к вам в гости. Друзья, у нас сегодня будет крутейший выпуск, он вас по-любому зарядит позитивной энергией. Прежде чем мы начнем, спонсор выпуска этого сюжета, и после чего мы переходим к основной теме выпуска. Приятного просмотра. А спонсор этого выпуска будет интересен всем автолюбителям, потому что речь идет о YouTube-канале «Зелик». На канале вы увидите живые сюжеты на тему покупки новых автомобилей. Вы все прекрасно знаете, что вы имеете полное право покупать новый автомобиль без навязывания допов, но дилеры пытаются это навязать. У нас есть машина, мы покупаем конкретную цену. Вы соглашаетесь или не соглашаетесь? Ребята ходят по официальным дилерам различных брендов и показывают живые ситуации. Им очень часто запрещают снимать. У нас снимать нельзя, но они идут до конца. Появляются различные конфликтные ситуации. Но этот контент интересен и полезен каждому человеку, кто интересуется покупкой нового автомобиля. Конечно же, снимают обзоры и не только на новые автомобили. Самое главное, что стараются чаще общаться с владельцами, чтобы владелец автомобиля рассказал, что ему в автомобиле нравится, что ему в автомобиле не нравится. Если у какого-то автопроизводителя появляется новинка, они делают на нее детальный обзор, показывают комплектации, показывают цены, проводят тест-драйвы. Когда покупается автомобиль новый от официального дилера, они снимают реальный отзыв человека, где задают вопросы, как покупал, как выбирал. Таким образом, ребята, перейдя по ссылочке в описании, подписавшись на канал Зелик прямо сейчас, каждую неделю вы будете получать новый выпуск на тему автотематики. Приятного вам просмотра! А прилетаем мы в западный административный округ район Можайский. Ближайшая станция метро Кунцевская. До нее 15 минут ходьбы. Территориальное расположение очень удобное для тех, кому нужно добираться до центра. Но опять же, Москва, город, трафик. Это все нужно учитывать. Рядом с домом, к сожалению, нету никаких больших облагоустроенных зеленых парков. Но если рассматривать то, что можно поехать на автомобиле, недалеко здесь находится Поклонная гора. Ну что, друзья, ознакомьтесь, наш первый участник Евгений Жень. Привет! Огромное спасибо, что пригласил в гости. Сегодня мы пойдем посмотрим, как люди живут в Москве в новом микрорайончике, назову его так. Расскажи, пожалуйста, где ты жил до этого? Родился, как бы, и жил я в Крылатском, это западный район тоже. А потом шли съемные квартиры. Мы жили вот с женой на Раменках, тоже не так далеко отсюда. Еще вот в районе Губкино, вот, да, там у нас Нагорное метро. И в какой-то момент пришла мысль о том, что нужно завести-то свое жилье. Пора, да. Но всей суммы, как это бывает, нету. У вас был, насколько я знаю, первоначальный взнос в размере примерно полтора миллиона рублей. Вы посмотрели на этот строящийся жилой комплекс. Да. Сколько здесь стоила квартира? Ну, мы вообще сначала рассматривали варианты, там, ну, до 10 миллионов, в принципе. И, по большому счету, в Москве даже не получалось такую квартиру найти изначально. Смотрели даже за МКАДом. Ну, буквально, там, вот, Одинбург смотрели, по-моему, Одинцова смотрели. А вот этот ЖК, жена нашла, что-то искала в интернете. И получилась у них акция шла, и мы купили квартиру за 8. То есть вы сюда, можно сказать, вот именно в этот ЖК заехали случайно. Нашли его, вроде бы, о, тот район подходит. И, насколько я знаю, вы покупали здесь квартиру, когда вот этого вашего дома еще не было. Был, наверное, этаж, может, пятый, шестой вот нашего корпуса. В процессе строительства был. Да, в процессе строительства уже был. Вы заходите, заносите полтора миллиона первоначальный взнос. Какую вам сделали ставку по ипотеке? На первый год, пока дом строился, 6,6, а потом 9,9. Какой у вас ежемесячный платеж получается? Ежемесячный платеж у нас 60 800 рублей. И этот платеж у вас идет на срок 20 лет? 20 лет. Ну, естественно, как и все, планируете закрыть досрочно? Ну, да, хотели за 5 лет, сейчас, видимо, лет за 6-7, наверное, закрыли. Ну, тоже неплохо, все же лучше, чем 20 лет. Жень, предыдущая квартира, которую вы снимали, вот с учетом оплатить коммуналку, если это нужно было, сколько вы тратили денег на съемное жилье? Съемное, вот на Раменках, последнее, нам стоило что-то в районе 40 тысяч, однокомнатная квартира, и ЖКХ где-то в районе 2,5-3 тысяч получалось. Короче, 43 тысячи рублей за однокомнатную квартиру на вторичке, соответственно, проживать так, а здесь 60 тысяч и свое жилье. Да, да, совершенно верно. Вот обращаю ваше внимание, что мы приехали и впервые наткнулись за все время, что мы снимаем на ЖК, который уже доделан. По сути, здесь сделано все то, что должно было быть, остается только доздать в аренду некоторые свободные площади коммерческие. Знакомьтесь, второй участник это Даша, жена Евгения, и Даша у нас будет выступать в роли человека, который рассказывает только позитивные все плюсы. Женя нам минусов про этот ЖК с удовольствием накидает. Даш, когда вы в 2018 году его нашли, вы приехали в офис к застройщику, естественно, открываются буклеты, здесь у нас будет вот так, здесь у нас будет вот так, вам это все понравилось. Тем не менее, на сегодняшний день, даже когда мы заходим, ну, не знаю, по первым ощущениям, ну, действительно классно сделано. То есть, ты приходишь, отдельный закрытый дворик, ну, симпатично, свеженько. Вот давай, расскажи нам, что тебе понравилось, что тебя здесь подкупило, помимо доступной цены. А, ну, в первую очередь, закрытая территория, как бы, да, потому что вокруг не так много ЖК было на тот момент, закрытой территории, это очень подкупило, потому что, ну, цена, я считала, соответствует тому, что предлагают. Вот, также инфраструктура очень развита, да, очень много магазинов, очень много, ну, салонов красоты, все, что, ну, все, что нужно для жизни, все здесь есть. Ты этим пользуешься? Да, я пользуюсь, естественно, кафешек очень много, практически всем, что есть в нашем ЖК, мы всем пользуемся. Вот, также и все, что вокруг, да, есть детские сады, но пока нам это не нужно, но в будущем, да, детские сады, школы, торговые центры не так далеко. Вот, все это, конечно, плюс всем мы пользуемся. И при этом вы еще нашли его по такой, в принципе, действительно привлекательной цене, двушка, 61 квадрат, в вашем случае вам повезло, и я знаю, что вам быстро его, в принципе, достроили. В 18-м году вы его покупаете, квартиру здесь, и в 19-м вам уже сдают ЖК, правильно? Ну, ваш корпус. Да, нам не задержали ни на день, даже, по-моему, раньше, насколько я знаю, отдали ключи, вот, поэтому претензий совершенно в этом плане никаких не было. И при этом, друзья, это квартира, эта квартира, это не апартамент, вы получаете сразу себе московскую прописку, все вытекающие из этого плюсы, бонусы, вы находитесь внутри, короче, вообще красота. А на сегодняшний день, насколько я знаю, подобные квартиры, как у вас, торгуются в диапазоне плюс-минус 16, 16, ну, продают все по-разному, тут вопрос, как ты продашь, да? Кто-то за 15-16 выставляет, кто-то и за 20 выставляет, как бы, ну, тут кто за сколько продаст. Как выглядит квартира, что она в себе несет, мы дойдем до этого чуть позже. На сегодняшний день, пожив здесь, ты все так же довольна, тебе все так же все нравится? Да, абсолютно довольна, особенно, когда я смотрю, что здесь вокруг строится много новостроек, когда я оцениваю, какие цены, соответственно, я очень довольна, меня все устраивает, я понимаю, что это просто, ну, как бы, хорошее вложение на будущее. Звучит все позитивно, как вы видите, все с улыбкой. Ну, давайте будем идти поэтапно, плюсы-минусы, Женя, мы тебя ждем. Ну, и, конечно же, минусы начинаются вот с этого замечательного шума. Сегодня пятница, на данный момент примерно время 11 часов утра, и, соответственно, работа кипит, здесь делаются ремонты, у вас в доме делаются ремонты, на фоне стройка идет, все слышно, и как бы, мы вроде бы вышли в закрытый двор, а тут все строится. И ближайший год-два, я думаю, это будет только продолжаться. Жень, вот вокруг вашего дома идет дорога, давай начнем с нее. По поводу шума, ну, в принципе, я жил долго в Крылатском, у меня рядом была Рублевское шоссе, я, в принципе, привык уже к шуму, у нас окна выходят на Рябиновую улицу, и там... Ну, как это, как я называю, белый шум, да, то есть машина ездит, к этому шуму легко привыкаешь и спится нормально. И вот эта дорога, которая возле дома, придомовая, назовем ее, территория, по ней постоянно вечером курсирует дополнительный трафик, почему? Да, потому что те, кто хочет по Можайке развернуться в сторону области, чтобы не разворачиваться в районе Рублевки, они вот выезжают как раз через наш двор, и здесь под эстакадой разворачиваются в сторону Можайки. Двор у них закрыт от машин, а рядом идет вот эта придомовая территория. Сейчас на кадрах время 11 часов дня, соответственно, машин практически нет, а вечером, когда все начинают возвращаться с работы, они используют этот двор для того, чтобы разворачиваться дальше, где им удобнее. Соответственно, они имеют право поставить шлагбаум на въезде, соответственно, во двор будут заезжать только жильцы дома, и тем самым трафик сразу снизится. Говорят так, что вечером бывает, что машина за машиной, машина за машиной. Получается дополнительное шоссе под окнами. Вы заходите в новый ЖК, вроде бы все круто, но начинается ремонт, и это, насколько я знаю, монолит. Ну, скажем честно, монолит не совсем он лучше, может быть, он по качеству материала лучше, а вот с точки зрения шума, распространения по дому, он, конечно, хуже. Говорят, что даже, ну и мы даже знаем, что стучит какой-нибудь сосед, даже не по это какая квартира стучит. Бывает, стучит в совершенно другом стояке, там, слева от нас, а мы думаем, что над нами стучат. То есть шум распространяется по панелям, вот перекрытие очень хорошо, на самом деле. То есть шумизоляция то, что делать надо в квартире. И когда вы заходили, естественно, вы покупаете квартиру 8 миллионов, но это пустые, голые стены без отделки. Вы на это сразу обратили внимание и начали пытаться шумить в вашу квартиру. Отчасти вам это помогает. Но у вас есть сосед над вами, а у соседа есть ребенок. Ребенку, насколько я знаю, 7 лет, и у него бьет активная молодая жизнь, и он любит поноситься по дому. И вы это прекрасно слышите. Да, да, да. Особенно, когда вот была изоляция, и он сидел дома, мне кажется, что вообще не выходили на улицу. И вот слышно было вообще очень хорошо. Ну, у ребенка энергия, надо же куда-то девать. И вот там спортом, видимо, как-то заниматься пытался. Мы это относим отчасти к минусу. Почему? Потому что все-таки новостройки здесь много будет детей. Мы еще дойдем до детского сада во дворе, как это хорошо и как это плохо. Шумоизоляция, которую вы делали, она вам помогла? Да, мы спальню полностью заизолировали потолок и все стенки, которые выходят на соседей. То есть, и даже по звуку слышно, что там, допустим, он бегает. И слышно, что в коридоре хорошо звук идет, а вот над нами уже в спальне вообще практически притухает. Детский сад во дворе. Ребятишки, вроде бы, с одной стороны, ты будешь иметь возможность, вышел, отвел ребенка. Как оно есть сейчас, когда ты находишься дома? Ну, когда сидишь дома и в полной тишине, то хорошо слышно детей. Они бегают, резвятся. Причем сейчас, по-моему, работает одна группа. Потому что я вижу, там вот одна из веран занята. А вот если мне кажется, они все будут гулять в большом количестве, даже не знаю, что будет происходить. Ну, опять же, у вас здесь такая закрытая коробка, как бы получается. Поэтому мы прицеленаправленно в спальню сделали в сторону дороги. То есть многие делают в сторону двора, а мы в сторону дороги закололи. Жень, вот еще такой момент. Когда вы заходили сюда и покупали здесь квартиру, была история о том, что застройщик одному из корпусов предлагал квартиру купить по более высокой цене. Потому что вид открывался симпатичный. И люди на это подкупались. Нифига себе, что получилось дальше? Да, вот эти вот три корпуса, вот эти три, они как бы выходят все время на дорогу. Это на Рябиново, а те на Можайку выходят. А вот этот корпус, вот эта башня, она как бы выходит, никаких дорог активных нету. И там, где вот сейчас началась вторая очередь строиться, там не должно было ничего строиться. А что там было раньше, лес, поле? Лес, вот там долина Сет, вот эта пойма вот эта была. Причем мало того, что вторую очередь строят, здесь еще говорят, еще один дом по реновации 13-этажный будет строить. То есть полностью застрой, там практически весь вид, который в ту сторону их открывался. То есть получается картина такая, что люди пришли, доплатили за то, чтобы вид открывался на долину. А сегодня получается вот так, бац, и уже все, у тебя вид открывается на новострой. Ну и естественно, как бы, моя хат с краю, застройщик, сорян, так получилось. Мы не знали. Хорошо, с точки зрения качества постройки вообще в целом, вот ты походил, здесь пожил, в подъезде что-то сделал, может быть уже что-то отваливается, плитка. Дом-то свежий, должно быть все идеально. Вот так внешне, да, через камеру, друзья, вы посмотрите, ну блин, вроде бы все круто. Что есть? Ну, во-первых, мне кажется, домофон явно поставили какой-то несоответствующий уровень. В каком-то из подъездов, не в нашем, но в соседнем, по-моему, или в пятом, или в шестом, я даже видел, что он даже шатается вот так вот, плохо держится. Дальше у нас минус первый этаж сделал, и он не отделан как подъезд. Вот здесь у нас получается гостевой подъезд, в чем удобность? Соответственно, двор у вас получается без машин. А тут ты заезжаешь, вот поставил, допустим, машину, если тебе нужно загрузиться, выгрузить, понятно дело, что должно повезти, чтобы напротив подъезда было свободное место, ну а так, по сути, везде. Сам факт того, что вот, заехал, поставил и вперед пошел. Учитывая, что мы два года живем, до сих пор есть места. Ну, у вас, наверное, еще и дом не до конца, не заселен же. Нет, очень много людей. Ну, вот, собственно, вот подъезд, вот, то есть. Только... Это тот самый подъезд, про который ты только что говорил, что он некрасивый. То есть, это получается так, что это больше похоже, что мы идем в подвальное помещение. Как будто в торговую центру он как будто и делал. Ну, есть, да. Цифра 1 висит, минус у нее отвалился. Вот это, пожалуйста, обшито в открытую, то есть не спрятано, опять же, это давит тебе на голову. Не очень красиво, местами даже есть вот выступы такие, что, например, если Женни пойдет, он может разбить себе голову. Пожалуйста. Нормально это. Я считаю, что это ненормально, но при этом вы пишите сами. То есть, это как вход в ТЦ. Вот ТЦ заходишь, когда вот на парковочный этаж, и вот там такие белые стены и трубы сверху. То есть, это, на мой взгляд, это как-то странно. Но самый большой косяк с точки зрения подъезда, это лестница. Вот если ты заходишь с улицы и не можешь на лифте подняться, то тебе приходится по лестнице подняться, выйти во двор, из двора опять зайти в дом, и только потом ты поднимаешься по лестнице к тебе домой. Почему так сделано? Такое ощущение, что застройщик думал, что не будет минус первого этажа, и его добавили потом только. Ну и последний, наверное, такой аргумент не очень хорош, то, что у нас два лифта, большой и маленький, и большой лифт только ездит на парковочный этаж. И он очень часто ломался, потому что, видимо, ремонты люди делали, перегружали лифт там своими стройматериалами. По 5-6 дней он не работал. Сейчас новый подрядчик, вроде бы, вот неделю-полторы назад они сделали, сейчас работает лифт. Что будет дальше, неизвестно. Друзья, вот то, что он рассказывал, поймите, можно сказать, слушай, ну ты живешь в таком ЖК в Москве по такой цене. Лифте не работает. Но когда ты здесь живешь, я просто понимаю человека. Вот у меня такая же картина в доме. Вызываешь лифт, приезжают маленькие, а ты стоишь просто коляской с какими-то вещами, не помещаешься-то туда. И вот ты не можешь этот лифт грузовой вызвать. Соответственно, в быту это напрягает однозначно. Вывески, супермаркет, кофейня, вы понимаете прекрасно, что это ничего не работает. Я спрашиваю, а когда откроется? Подозреваю, что, ну, через неделю, полтора года ждут открытия. Друзья, комплекс большой, соответственно, есть здесь живые кофейни, но люди жалуются на то, что, например, отсутствует нормальный супермаркет. То есть нет вообще. За продуктами нужно сходить за другую сторону, либо заказывать доставки. Дальше. Вот это вот, как вы думаете, гробы. Наверное, думаете, кого-то здесь похоронили. Нет. Это грядки идут, и грядки сделаны по такому принципу, что люди здесь могут посадить огурчики, помидорчики, кабачки. И говорят то, что действительно прошлой весной люди сажали, и, соответственно, можно подсобрать. Казалось бы, мелочь, но с другой стороны, это реально круто. То есть в этом плане что-то есть. Вот подобным жилым комплексам не хватает, знаете чего? Вот просто представьте. Чтобы наконец-то начали делать отдельные террасы на крыше. Чтобы ты мог выйти, как это делают в Америке, в жилых комплексах, ты выходишь, у тебя шезлонги летом позагорать. В общем, какая-то территория, которую тоже можно было бы использовать. Вот это было бы, на мой взгляд, действительно круто. Очень частый разговор всегда происходит про шумоизоляцию. Вот куда бы мы ни приехали, если новострой постоянно все жалуются. Шумоизоляция, шумоизоляция, шумоизоляция. Как вы считаете, было бы ведь действительно круто, когда ты приходишь и тебе говорят, смотри, у нас есть уникальное торговое предложение по нашим домам, по нашим квартирам. Ты платишь на 500 или миллион рублей больше, в зависимости от площади, но ты получаешь квартиру сразу зашумленную. И приводили бы примеры. Вот одна без шумки, ты зашел на тобой, побегали, попрыгали, телевизор включили, ты думаешь, бля, нифига себе. И заходишь в другую, где это уже сделано. Почему так не делает застройщик странно? Вы скажете, ну вот этот миллион, это же так много. Друзья, вот в данном, например, жилом комплексе есть кладовки. Они находятся на цокольном этаже, ну, в общем, там, где находится паркинг. Вот 5 метров квадратных стоит 300 тысяч рублей. 5 квадратных метров 300 тысяч рублей. Вы прекрасно знаете о том, что машина места подобных ЖК стоит миллион-тире три. Все в зависимости от того, какая стадия застройки. Соответственно, люди готовы за это платить. Ну что, 7-5, компетишн. Ну все понятно, нормально. Как, скажи, живет этот певец? Ну, а здесь это Хамали. Хамали, у него там места 5-6. У него там гелендва. Вот так вот, парни, как Хамали, 5-6. Это какие песен поет? Известно, какая. Вот обратите внимание, еще Клаус система есть. Прикольная вещь. То есть ты подъезжаешь, можешь поставить одну машину и поставить вторую машину. Такие места подороже, потому что они получаются как бы пошире. Но при этом у тебя современная парковка. Раз, согнал одну тачку, вторую тачку. Для себя и для жены. Мы передвигаемся, естественно, подходит охрана. В целом культурно спрашиваю, здрасте, что снимаете. Тем не менее, как с камерой приходишь, сразу вопросы есть. Но мы объясняем, что мы жильцы. Но при этом ребята рассказывают, что была ситуация, когда кто-то здесь на какую-то машину напал. Начал ее долбить, разбивать. Охрана не пришла в нужный момент. Но вот с камерой мы пришли, нас сразу вычисляют. Под нами здесь находится парковка. И люди жаловались на то, что парковка протекала. Соответственно, была сделана, как говорят, плохо гидроизоляция. Сейчас вроде как этот вопрос решили. Но сам факт того, что тоже, пожалуйста, ты покупаешь парковочное место, заходишь, аппа, потекло. И вот нужно с застройщиком бодаться. Но, говорят, решили вопрос. Сейчас это не течет? Ну, жалоб нет. У нас просто нет парковочного места. Но в группе никто не жалуется сейчас. Сколько сегодня парковочное место стоит примерно? Ой, ну если по объявлению смотреть, то от 2 миллионов до 2,5. В зависимости от того, что там разные размеры есть. Поменьше, побольше. А для Клаус-системы побольше. Вот для без Клаус поменьше. То есть от 2 миллионов. Мы заходим на третий этаж. Собственно, где живут ребята. Что нас здесь встречает? Все чистенько, тепло. Зависим на 40-про. Не пахло. Ага, пользоваться-то и можно? Нет, на улицу выбрасываем. Потому что пахло очень сильно. То есть жильцы пожаловались и вы закрыли? Да, вы пожаловались, проголосовали и нам закрыли. Вот так вот. Видите, как? А у вас получается, он на первом этаже, что ли, падал мусор? Ну, минус 1. Минус 1. И все равно запах был? Да. Ну, тут один раз был запах. Там, видимо, кто-то выбросил, пакет застрял. И вот пахло у нас на втором и третьем этаже. Там мы разбирались. Мы решили полностью закрыть, чтобы таких рисков исключить. Понятно. Потому что реально очень неприятно пахло. Так, ну что, друзья, мы отправляемся с вами в гости. Посмотрим, как выглядит эта двушка площадью 61 квадратный метр. Вот так это, в принципе, все цивильно сделано. Дарья у нас человек позитивный сегодня выступает. Ей все нравится. Смотри, зеленый цвет. Смотри, как все классно. Ну, пойдемте знакомиться. Да, зеленый. Ой. А, надо навалиться, да, плечиком-то? Ну, у нас тут немножко дверь просела. Просела маленечко. Мы заходим в квартиру. Я готов держать пари, что она вам понравится. Ну, по крайней мере, большинству точно. Вот смотрите. Ремонт сделан от и до за 5 месяцев. На ремонт они потратили, внимание, порядка 4 миллионов рублей. Что входит в эту сумму? Когда они сюда зашли изначально, здесь не было вообще ничего. Вот все, что вы видите, шкафчики, техника, местами, все это было куплено. Не так, что просто на полнастина. Делаю прямо на этом отдельный акцент. 4 миллиона на площадь 61 квадратный метр. Ну, и сделано все. Ребята, оценивайте сами. Вот смотрите. Мы заходим. Хороший, просторный коридор нас встречает. Соответственно, вдвоем, а то и троем, в принципе, здесь одеться можно. Квартира сделана действительно современная. Вот эти оттенки, тона подобраны. Ребята заказывали себе специальный дизайн-проект. Соответственно, основание чего им сначала нарисовали. И дальше они уже придерживались его. Они раньше проживали в однокомнатной квартире, в съемной. И, соответственно, им надоело то, что постоянно не хватало места под хранение вещей. И они на это сделали отдельный акцент. Гардеробная. Большая, действительно, гардеробная. Куда ты можешь зайти, выбрать там свои вещи. Здесь же есть пылесос. Все, что нужно. То есть, все реально продумано. Щиток, все спрятано. Сделано все. Ну, серьезно, мы зашли с оператором, такие, вау. Ну, реально, знаешь, впечатляет. Круто сделано, со вкусом. Ваше мнение обязательно подчеркиваю. Пишите в комментариях. Выходим из гардеробной. Что у нас получается? Первый вход – это кухня. Кухня, естественно, тоже была переделана. То есть, изначально планировку они, по сути, нарисовали под себя, имея площадь. Что они сделали? Обратите внимание, вот это идет перекрытие. Здесь изначально начиналась лоджия, куда ты мог выйти. Они сделали так, что они ее расширили и таким образом получили кухню большей площади. Что важно, пол у нас идет с подогревом. Здесь стоит хороший кондиционер, который до минус 25 может гнать еще и теплый воздух. И что самое главное, друзья, обратите внимание, панорамные окна. Знаете, что они сделали? Они поставили окна с подогревом. Вот это реально крутая вещь. Вот это и вот это окно работает с подогревом. И владелец, Женя, говорит то, что реально очень эффективно. Никакой изморози, никаких конденсатов этой зимой не было. При том, что было минус 25-30. Вот так это все дело выглядит. То есть, принцип работы как на тачке. Ты включаешь его, здесь стоит температура. И, соответственно, нагревается стекло. Когда, например, температура стоит, нужно, например, 20 градусов, которые ты задал. Они потом выключаются. Падает температура, опять включаются. Для того, чтобы экономия была по электроэнергии. Сделано круто. Какой минус отмечают? Ну вот смотрите, у нас третий этаж. Получается, окна выходят во двор. Стоит кондиционер прямо напротив панорамного окна. На самом деле, это реально жесткий минус. При том, что когда делали дом, проектировали, могли предусмотреть сразу это и сдвинуть куда-то влево. Площадь позволяла. Ничего сложного в принципе не было. Но сам факт того, что ты покупаешь хату с панорамными окнами, у тебя вместо панорамы где-то стоит кондиционер. С другой стороны, во всем можно увидеть плюс. Как вы думаете, кто плюсы видел? Увидела Даша. Говорит, вечером ходишь, как будто это окно частично перекрывается, соответственно, ну какой-то комфорт придает. При этом есть жалюзи, соответственно, сделано. Можно открыть, проветрить, здесь выводы делайте. Смотрите, холодильники, техника, все то, что вы видите, это естественно все покупалось новое. Поэтому цена не высосана из пальца. Вы сами видите, действительно, ну по крайней мере по картинке 100% все сделано классно. Про минусы ремонта мы еще об этом поговорим. Есть такие косяки, которые сразу бросаются в глаза, например, висит телевизор. Здесь стоит машинка, которой они пользуются и пользуются постоянно. Даже нас с кофем угостят сегодня. Но подходить к ней как, вот так, да, то есть ты головой подойдешь. Я спрашиваю, неудобно? Неудобно. То есть какая-никакая оплошность есть. Здесь кошачий дом. Ну не кошачий дом, кошачья кухня. Пойдемте посмотрим их рабочую зону. Вот эта комната в дальнейшем предполагается как комната детская. Но пока что ребята используют ее как условно-рабочий кабинет. Женя работает в IT-технологиях, работает удаленно. Здесь его рабочее место. Сейчас задаю вопрос. Ну не было мысли сломать, сделать одну большую кухню с гостиной, совместить, телек повесить? Изначально не хотели, потому что смотрели на перспективу, так как ребенок будет. Соответственно сейчас тоже хочется, говорят, вот было бы классно, что вот совмещенная с гостиной и еще одна комната. То есть трехкомнатная квартира. Аппетит приходит во время еды. Пожалуйста, да? Турничок. Я бы сейчас подтянулся, но просто несколько дней назад я занимался, прям крылья вообще забил по полной программе. Как рабочий кабинет, площади здесь достаточно. Пойдемте дальше. Просторный коридор. Вообще в целом квартира действительно сделана интересной. И самое главное просторно. Чувствуется. Вот здесь реально ощущается, что здесь 60 квадратов, как бы она большая. Вы посмотрите. Туалет. Реально большой туалет. Ты заходишь сюда, плюс у тебя здесь есть небольшая раковина. Все свои делишки сделал. Вот я чему удивляюсь вот этим москвичам. Вот у них даже в туалете телефон есть. Специально. Ты можешь раз позвонить. Я не знаю, для чего он нужен, конечно. Мне друг говорит, что какой дымоход чистит. Я думаю, какой дымоход чистит? Это же телефон. Ну в общем, какая-то штука есть дополнительная. Подсветка. Потолок. Вот такой тоже интересный. Знаешь, реально так вот классно сделано. Современно. Даже какое-то ощущение, как будто ты в каком-то дорогом отеле. То есть, вот такие какие-то идеи подсмотрены. Дальше проходим. У нас идет ванна. Ванна тоже большая. То есть, ты заходишь, полноценная. Подогревы. Полов на всякий случай, если нужно, все есть. Здесь идет зона для постирочной. И сюда же в дальнейшем хотят поставить сушилку. Почему? Вот лоджия была, убрали ее. Вещи где-то сушить надо. Соответственно, вот в этих квартирах, в таких домах есть свои минусы. Что у некоторых вообще нет балконов. Всегда задавалось вопросом, а как вещи-то сушить? Но сделано тоже круто. Бали, Индонезия. Какие-то такие слова всплывают. Ну и дальше мы проходим в спальню. Ребят, вот здесь вас, конечно, тоже есть чем удивить. Потому что, ребята, современные и технологичные. Здесь у них стоит отдельно Яндекс.Станция Алиса. Соответственно, можно сказать, Алиса, закрой шторы. Вот так вот, да, друзья? Вот оно, пришло время. То, что ты находишься у себя дома. Казалось бы, встань да закрой сам. Нет, сказал, команда пошла. Что еще по фишкам есть? Алиса, включи кондиционер. Опачки, а свет она может включить? Только лента там. Алиса, включи ленту. Все продумано, все сделано. Можно лечь, короче, лежать, никуда не вставать. Что дальше? Висит здоровый у нас проекционный экран. Хотели сначала повесить телевизор. Потом думают, ну какой телевизор? Все больше, больше, больше смотрели. Вот, пожалуйста, повесили проекцию. Круто. Вот сейчас, если вы послушаете, да? Слышите? Тот самый белый шум. А все почему? Потому что под нашими окнами проходит дорога. Три полосы в сторону центра и три полосы на выезд. Кого-то это, конечно, будет напрягать. Но с другой стороны, для москвичей вот этот фоновый шум, это не проблема. Тем более, когда у тебя есть кондер, все, шума нет. Ты лег отдыхать, включил его, там, проветрил комнату, спишь. Но вот так вот действительно, прямо ты сюда приходишь, современный, уютный хат. И таким образом у нас получается следующая картина. Что все, что вы сейчас увидели на момент 2018 года, они покупали, когда он строился, 8 миллионов рублей. Плюс 4 миллиона за все про все. Итого 12 лямов, и у тебя двушка в Москве, в новом ЖК с ремонтом. Но текущая ипотека. А как без нее? На самом деле, когда мы пришли сюда, честно вам скажу, впечатляет. Особенно, когда ты заходишь во двор, в принципе-то симпатично. Чистенько, все свежее. Вот эти бугры, да, с одной стороны, кто-то говорит, зачем так сделано? Сделано, на самом деле, продумано. Потому что для корней деревьев, как выяснилось, не хватало земли изначально здесь. Сделали специальные искусственные насыпи, на них растут деревья. Соответственно, просто представьте себе, что будет здесь в теплую, хорошую весну или осень. Когда листочки уже желтенькие, опадают. Ну, симпатично будет. Понятно, что нужно пожить здесь лет так, наверное, 5, может быть, больше, меньше. Чтобы все заехали, чтобы все сделали ремонт. И чтобы здесь стало тихо и спокойно. От создания подобных сюжетов я каждый раз получаю бешеное удовольствие. Так приятно приходить в гости к людям, пообщаться, посмотреть, кто как живет. Особенно, когда приглашают, люди приглашают открытые, что вот, садись, кофе, пирожок. Ну, очень здорово. И самое главное, что сегодня у нас так сюжет сложился, что у вас и квартира, реально, с очень интересным, крутым ремонтом. И расположение, и цена. Вам прям действительно повезло. Вам нужно, знаете, куда? Вам нужно в Лас-Вегас. И попробую все-таки закинуть. Да, возможно, получится. Жень, рассказывай, чем ты занимаешься? Ну, я работаю в международной IT-компании. У нас офисы по России, за рубежом, за границей. В США, в частности. Вот, управляю достаточно, ну, в разный момент времени, они разного размера. То крупные, то мелкие IT-проекты. По разработке софта, по поддержке и по развитию. Вот скажи, ты не скучаешь по работе в офисе? Дома более домашняя атмосфера. А тут, получается, ты проснулся, как будто бы на работе. День закончился, ты с работы комнаты перешел, уже ты дома. Как оно? Ну, вот когда есть отдельная комната, вот, у меня, как это, как психологический барьер. Вот я захожу в эту комнату, я понимаю, что я на работе. Вот я там работаю, и даже, я слышал многие знакомые, которые вот с женой также дома работают. У них есть проблема, что у них начинается конфликт, особенно как они вместе постоянно находятся. А у нас же какая-то договоренность. Она вот на кухне, я в той комнате. И мы как будто утром разошлись, в обед встретились, пообедали, потом разошлись. И до вечера мы работаем, никто никого не дергает, не мешает, как будто мы ушли из дома. Ну, плюс иногда жена уезжает на работу в офис. Плюс иногда у меня бывает необходимость, я в офис езжу. То есть, там, на полдня, может быть, на несколько часов. То есть, такая бывает необходимость. Даша, расскажи, пожалуйста, ты, чем ты занимаешься? Я менеджер проектов, работаю в компании, которая занимается обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования. В московских больницах и в регионах. Соответственно, веду ЛПУ, работаю с ними. Знаю, что ты тоже работаешь дистанционно, но при этом, опять же, вам дико повезло с расположением, что ты можешь выйти на работу в офис 5 минут, и ты уже в бизнес-центре, у тебя это прям все поддомал. Ну, да, на машине 5 минут буквально рядышком находится. Ну, пешком минут 15-20 прогульнуться летом приятно можно. Да, вот в этом плане очень повезло, потому что работаю из дома. Если какой-то срочный вопрос, что-то нужно именно в офисе сделать, можно буквально там за полчаса собраться, доехать и решить вопрос. Это очень удобно. Слушайте, такой вопрос. Вот коммунальные услуги раз, интернет два, у вас есть охрана три. Вот все то, что вы обязательно платите в месяц. Какая-то сумма получается здесь? Ну, где-то порядка 10 тысяч получается за все, за все коммуналку, прям за все. Я знаю то, что у вас вокруг дома идут мусорные контейнеры. Вовремя ли вывозят мусор? Или бывает, выходишь и вот она, свалка стоит? Нет, всегда вовремя вывозят. Горки бывают, вот горка небольшая вырастает, но на контейнере. То есть так, чтобы валялся вокруг, такого нет. Мы когда получали ключи, у нас было говорено, мы 10 тысяч платили за вывоз мусора в эти огромные контейнеры. И вот уже два года практически прошло, до сих пор привозят эти контейнеры. Это то, что касается строительного мусора. Что касается обычного бытового мусора, как он называется, тоже проблем нет. То есть, ну да, бывает рядом, кто-то пакет поставит, уже когда забито, но в основном я такого не вижу. Короче, мелочи, такое, чтобы валялось, воняло, такого нет. Нет, нет, воняло, нет. Хорошо, у вас нету своего подземного паркинга, вы ставите на общий паркинг, когда вы вечером приезжаете. Я знаю, что вы ездите мало, но в целом места свободные как? Ну, если в течение дня, днем, да, места всегда есть, я прямо возле подъезда паркуюсь, вообще никаких проблем. Если, конечно, в самый час пик, когда с работы приезжают, часов 8-9, вот именно там, где хочешь, уже проблематично поставить, приходится объехать вокруг и встать на то место, которое будет свободным. Но в большей части как бы есть. Чаты вы читаете, люди на качество постройки как-то жалуются. Есть такое, что кто-то говорит, блин, я всем недоволен, у меня в стене трещина, у меня холод, у меня то. У нас живет в стояке сосед, вот, он говорил, что у него там какая-то с вентиляцией была проблема, у него даже плесень появилась, он оборудован плесень. Плесень. Съезжал на какое-то время, обрабатывал квартиру, я так поняла, я точно не знаю. Там с вентиляцией, да. Да, что у него, ему пришлось съехать, обработать квартиру полностью от плесени, ну вот, но только с его слов это знаю, а так нет. Есть момент такой, про который вы неоднократно говорили, и когда ты начинаешь его прям детально описывать, понимаешь то, что это реально жесть, ну как бы какая-то конструктивная недоработка дома с точки зрения эргономики, назову это так. Знаете, в машину садишься, кнопочка на своем месте, а у вас это вот именно с подъездом. Приезжает к тебе курьер, звонит в дебафон, здрасте, я приехал. И что нужно курьеру, чтобы попасть к тебе на личную клетку? Да, долго не решался вопрос с лифтом. Там лифт постоянно ломался, он единственный идет на минус первый этаж, грузовой. Вот, и курьеру, чтобы объяснить, как через минус первый этаж попасть во двор, это просто, да, зайдите на паркинг, поверните направо. Ну, курьеру невозможно это объяснить. Приходилось его просить даже очень часто обойти ЖК и со стороны детского сада позвонить в калитку, и чтобы охранник открыл. Но доходило до того, что курьер мне звонит и говорит, меня охранник не хочет пускать. Мне приходилось звонить охране и объяснять, что у нас не работает уже два дня лифт, пожалуйста, впустите курьера. А бывает у меня, что много доставок, и по 3-4 курьера даже в день приходят, да, и каждый раз звонить, вот это неудобство. Вот, но это вот сейчас пока устранили. Вот последний месяц нет этих проблем. Вот, но опять-таки же с лифтом проблем у нас еще бывает, когда дует сильный ветер, и с улицы дует сильный ветер, он как-то задувает там лифт, и в общем, когда дверь закрывается лифта, он останавливается и не едет. И приходится руками доводить этот лифт для того, чтобы он поехал. То есть, если ты руками не доведешь этот лифт в момент, когда дверь закрывается, то лифт просто не уедет. Но вот последний месяц, опять-таки же, этой проблемы нет. То ли ее устранили, то ли просто нету такого ветра сильного. Ну, а я хочу еще раз напомнить, что мы не делаем никому рекламы, мы не делаем никому антирекламы. В этом ролике мы показали и плюсы, и минусы. Я задаю прямые вопросы, люди на них отвечают. Вот если по всем этим минусам пробежаться, вроде бы каждый из них незначительный. Но все вот эти минусы в совокупности имеют решающую роль. Помните, мелочи не имеют решающего значения. Мелочи решают все. Но на сегодняшний день, задавая им финальный вопрос, вы купили бы квартиру здесь еще раз? Ответ идет четкий. Да. В дальнейшем, возможно, это будет трешка, возможно, это будет загородный дом. Пока же только время. Нам остается сделать выводы по этому сюжету. Ну что, вот таким у нас получился этот выпуск. Я думаю, он вам был полезен и интересен. И в любом случае, какую-то информацию полезную для себя каждый может вынести. Вот так вот в жизни бывает. Думали, брать ипотеку, не брать, и тут на тебе. Пожалуйста, приехали, купили себе квартиру, которая сегодня в цене выросла, можно сказать, в два раза. Друзья, делайте выводы, наматывайте на уз полезную информацию. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что дальше будет выходить больше интересных роликов на разные темы. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят анонсы того, что мы будем снимать. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментариях. Все контакты со мной для снятия подобных сюжетов в описании. До новых встреч всем. Пока-пока. Пока-пока.